Защита прав ребенка одна из приоритетных задач государства. Широкими полномочиями в этой сфере обладают сотрудники прокуратуры. Любой ребенок может обратиться за защитой своих интересов к прокурору лично по почте или посредством сети интернет. О том, на что жалуются дети, подростки, их родители и как им помочь, сегодня мы говорим с первым заместителем прокурора Владимирской области Юлией Калистовой. Юлия Вячеславовна, добрый вечер. Здравствуйте. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире Телефон-студии 324322. Код города 4922. Есть вопросы, звоните обязательно с нашим гостем, на них вам ответим. Юлия Вячеславовна, многие знают, что надзор за исполнением законов, касающихся несовершеннолетних, один из приоритетных в деятельности государства. Наш регион, конечно же, не исключение, да? Конечно, дети. Дети – наше все, дети – наше будущее. И мы особое внимание при организации надзора за исполнением федерального законодательства осуществляем именно надзору за соблюдением прав несовершеннолетних. Мы проводим как плановые, так и внеплановые проверки, а также контролируем в средствах массовой информации любую информацию о нарушениях прав детей, принимаем меры реагирования, направленные на устранение нарушений закона. О том, что этот вопрос востребован и говорит то количество обращений, которые к нам поступают. Вот в прошлом году к нам поступило более 500 обращений о нарушении прав несовершеннолетних. И нужно отметить, что каждая вторая из них признана обоснованным. О том вообще-то про жалобы и какие больше всего нарушений прав несовершеннолетних выявляется, предлагаю продолжить нашу беседу после небольшой справки, которую подготовили мои коллеги. По данным областной прокуратуры, в 2023 году выявлено более 6 тысяч нарушений прав несовершеннолетних. Сотрудниками надзорного ведомства внесено свыше 1450 представлений. 1453 человека привлечено к дисциплинарной ответственности, 497 – к административной. В суды направлено 605 заявлений, возбуждено 30 уголовных дел. Больше всего нарушений выявлено в сфере охраны жизни, здоровья и защиты семьи – свыше 3,5 тысяч. В области образования зафиксировано более 1300 нарушений. 760 инцидентов выявлено в части профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 249 раз были нарушены жилищные права детей и подростков, в том числе 120 детей-сирот. Смотрите, более 6 тысяч нарушений только в прошлом году было выявлено. Не знаю, чем сравнить. Давайте, может быть, с предыдущими будем. Вообще это много или мало? Ну, это в сравнении с 2022 годом это примерно одинаково. То есть, как бы, все в рамках роста, ни падения не происходит пока? Таких бы резких каких-то скачков или падений, нарушений нет. Они где-то примерно в одном таком диапазоне. В основном это нарушения, которые касаются прав несовершеннолетних в сфере образования. Ну, вот я почти угадал образование, наверное, медицины, собственно, на первых позициях. Вот что еще в этом списке? Очень много выявляется нарушений при взыскании элементов. Подробнее об этом сегодня у меня есть вопрос. Мы к этой теме еще обязательно вернемся. А вообще много ли преступлений совершается в отношении несовершеннолетних в области в целом? И как прокуратура обычно реагирует на это? Какие у вас полномочия есть этому воспрепятствовать, помочь как-то? Ну, конечно, наш надзор направлен на то, чтобы как можно меньше прав несовершеннолетних нарушалось. Мы принимаем меры к тому, чтобы обеспечить привлечение виновных лиц к установленной законам ответственности. Это и к административной, и к уголовной. Могу ответить, что в отношении несовершеннолетних в прошлом году есть определенное снижение преступлений. Как мы участвуем? Мы осуществляем надзор за расследованием уголовных дел, мы направляем обвинительное заключение по уголовным делам в суд, поддерживаем обвинение и добиваемся законного и справедливого наказания в отношении тех, кто допустил нарушения в отношении несовершеннолетних. Если это касается нарушений, которые влекут административную ответственность, то при наличии оснований мы возбуждаем дело об административном правонарушении. Они, как правило, в разных сферах могут быть, в сфере образования и в сфере здравоохранения. Доправляем уполномоченным органам и контролируем результаты рассмотрения, добиваемся, чтобы виновные лица понесли наказание. Если это штраф, то уплатили штраф в установленные сроки. У меня еще есть вопрос на эту тему, но пока мне сообщают, у нас есть звонок от телезрителей, давайте послушаем, какой вопрос. Конечно. Алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Задавайте вопрос. Здравствуйте, меня зовут Ольга, я живу в Владимире. Мы с мужем разведены, и у нас 8-летний ребенок. И муж платит алименты очень маленькие, тысячу-две в месяц. Можно ли пока сделать так, чтобы он платил алименты в фиксированной сумме? Вот у нас тоже вопросы об алиментах. Вопрос интересный, и к нам поступают периодически такие вопросы. Да, действительно, есть факты, когда вроде бы отец участвует в воспитании своих детей путем перечисления или непосредственно отдает маме очень незначительную сумму, которую здесь сумма была названа. Она очень небольшая, и на целый месяц она не обеспечит надлежащее и качественное существование ребенка, обеспечение его качественного питания, отдыха. В таком случае мамочка может обратиться в суд и установить алименты в твердой денежной сумме. Кроме того, это может быть не только обращение в суд, это еще и может быть и нотариально заверенное соглашение, где нотариус зафиксирует ту сумму, которую отец будет ежемесячно платить маме. Как правило, эта сумма не должна быть ниже прожиточного минимума. У нас уже пошел разговор об алиментах, я тоже хотел вас поинтересоваться. Вообще, насколько сильно прокуратура может в этом вопросе помочь? Ну, условно, не знаю, взыскать деньги с нерадивых родителей, что-то еще? Ну, нужно говорить о том, что таких нарушений на самом деле очень много. И полнооченным органом в этой сфере является служба судебных приставов. Мы в рамках предоставленных законом полномочий их систематически проверяем и даем оценку законности и своевременности их действий не только по исполнительным производствам, связанных с взысканием алиментов, но и по всем другим направлениям. В прошлом году по материалам, когда родители уклонялись от уплаты алиментов, было возбуждено 497 уголовных дел. 13 уголовных дел было возбуждено по материалам прокурорских проверок. Когда мы проводим проверку по обращениям, как правило, это мамочки, которые жалуются на то, что отец уклоняется от уплаты алиментов. И мы увидим, что он неоднократно предупреждался, привлекался к ответственности, к административной, но вместе с тем не принял мер к тому, чтобы обеспечивать своего ребенка надлежащим образом. Вот были возбуждены уголовные дела, и на начало этого года, я знаю, что 7 уголовных дел уже было рассмотрено. Уже, да? Я про уголовные дела по материалам прокурорских проверок. Все остальные дела также рассматриваются судами. Мы в рамках предоставленных законом полномочий, как государственные обвинители, участвуем в этих делах. И, как я уже говорила, добиваемся справедливого наказания. Это правильно. Вернемся к предыдущему вопросу. Еще хотелось бы прояснить. Сформулирую так, насколько вообще сегодня остро стоит вопрос о преступности среди тех, кто еще не достиг 18 лет? Конечно, это всегда очень такой острый и сложный вопрос. Но я могу констатировать, что в прошлом году достаточно большое имеем снижение преступности среди несовершеннолетних. И, наверное, это можно говорить и в том числе о заслуге тех органов, которые ведут работу с ними и в рамках профилактики правонарушений, ведут правовое просвещение. Могу сказать, что правовое просвещение и органы прокуратуры проводят. Чем больше детей знает о той ответственности, которая может наступить как за административное, так и за уголовное. Как за административное правонарушение и уголовное преступление. То я думаю, что больше из них задумаются, стоит ли совершать те или иные поступки, которые не квалифицируют как правонарушение или уголовное преступление. А у нас снова вопрос от наших телезрителей. Давайте его выслушаем. Алло. Здравствуйте, Владимир. У меня такой вопрос. Можно ли покупать ребенку вещи, игрушки, оплачивать секции и в счет этого не платить алименты? Вот интересный вопрос, правда. Купил игрушку, вроде как часть элементов заплатил. Нет? Я так понимаю, что это вопрос одной стороны. Чаще всего папочки стоят ли из той суммы. Нет, у нас предусмотрено в установленном законном порядке определенный процент, который вычитается у работающего родителя. Хотя, если есть договоренности определенные между родителями, которые также могут быть нотариальным соглашением заверены, то, конечно, если вторая сторона на это согласна, то, конечно. Если эта игрушка заменит всю ту сумму, которую родитель должен выплатить ребенку в течение месяца, то, наверное, нужно еще задуматься о том, что ребенок должен чем-то питаться, во что-то одеваться. Ребенок должен иметь возможность заниматься своими какими-то любимыми хобби, а это требует определенных финансовых вложений в ребенка. Юлия Вячеславовна, давайте поговорим о детской безопасности. Проводятся ли проверки в лагерях отдыха, в образовательных учреждениях? И самое любопытное, что эти проверки выявляют? Таких проверок, как правило, очень много проводится. Мы говорим о безопасности детей, которые находятся в дошкольных учреждениях, в образовательных учреждениях. Мы говорим о детях, которые находятся в летних лагерях. Я сейчас хотела бы привести пример. В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании у нас на территории региона действовало более 300 лагерей, в которых большое количество детей располагалось, загородные оздоровительные лагеря, а также лагеря труда и отдыха. Перед тем, как эти лагеря откроются, работники прокуратуры совместно с уполномоченными органами проводят проверки в целях исключения фактов нарушения законодательства санитарно-эпидемиологического, законодательства пожарной безопасности, в том числе в рамках подготовки этих лагерей к качественному питанию детей. Практически в большинстве этих лагерей выявляли предварительно нарушения, которые лагеря устраняли своевременно и в целом функционировали в течение всего летнего периода нормально. Выявляются факты, когда существуют лагеря, которые не включены в реестр оздоровительных лагерей. В прошлом году прокурором Петушинского района была пресечена работа детского лагеря «Замания Кэмп». Вот этот лагерь как раз он не имел никаких разрешительных документов, не был включен в реестр таких организаций, которые оказывают услуги по летнему отдыху детей. По постановлению прокурора было возбуждено дело об административном правонарушении, юридическое лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей и незаконная деятельность лагеря была прекращена. Если говорить о том, почему она в том числе и незаконная, то в том числе и санитарно-педемиологического заключения, которое предусмотрено действующим законодательством, лагеря не имел. И говорить о безопасном нахождении там детей и в том числе о безопасном питании детей мы не могли. А у нас снова звонок от телезрителей, сегодня они активны. Давайте послушаем, какой вопрос на этот раз они для нас подготовили. Юлия Вячеславовна, здравствуйте. У меня вопрос не совсем по теме. Очень, конечно, приятно и необычно видеть на столе в столком посту представительницу прекрасной половины человечества. И в преддверии 8 марта хотелось бы спросить у вас, как вы переносите все тяготы службы и как к ним относится ваша семья? Необычно. Необычный вопрос. На самом деле я очень люблю свою работу. И для меня эффективной и качественной работой является при выявлении нарушений устранение в данной ситуации по той теме, которую мы сегодня обсуждаем, это устранение прав несовершеннолетних. Конечно, мы принимаем меры к тому, чтобы и не допустить эти нарушения. Но если мы их выявляем, то мы принимаем все меры, направленные как на устранение нарушения прав детей, так и на привлечение лиц, виновных установленной законом ответственности. Моя семья меня понимает и поддерживает, поэтому, наверное, с учетом этого считаю свою работу и работу своего коллектива эффективной. Я предлагаю предложить образовательную тематику. Недавно во Владимире произошел такой неприятный инцидент, учитель нанес побои школьнику. Подробнее на эту тему предлагаю поговорить после материала моих коллег. Во Владимирской школе номер 33 произошло ЧП. На уроке в седьмом классе преподаватель английского языка несколько раз ударил по голове одного из учеников. Одноклассники это сняли на телефон и выложили в соцсети. Инцидент на контроле в органах прокуратуры. Региональный следком возбудил уголовное дело. По информации ведомства, учитель применил насилие из-за несоблюдения учеником дисциплины на уроке. Следователями следственного управления проведен осмотр места происшествия. Назначена судебная медицинская экспертиза в целях установления тяжести вреда здоровью ребенка. Продолжаются допросы руководства школы и иных лиц. Изымается соответствующая документация. В управлении образования города Владимира заявили, что приняли к педагогу жесткие меры. Проведена служебная проверка в отношении учителя школы номер 33 города Владимира, зафиксированного на видео. И вынесено решение о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения. Ирина Вячеславовна, держит ли прокуратура на контроле данный инцидент и как сейчас ситуация развивается? Как я уже говорила, уполномоченные органы возбудили уголовное дело. Проводится расследование. Мы в рамках надзора будем давать оценку всем действиям следственных органов. При наличии оснований будет направлено в суд обвинительное заключение и уголовное дело. И в рамках поддержания обвинения я гарантирую, что будут рассмотрены все стороны и все доказательства представлены как стороной обвинения, так и стороной защиты. И будет рассмотрен вопрос о вынесении законного решения по данному вопросу. Медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение детей. Как много жалоб, во-первых, поступает? Какие меры прокуратуры при этом принимают? И есть ли примеры, когда удалось оперативно помочь? На самом деле, к сожалению, могу сказать, что обращений достаточно в этой сфере. В основном обращаются родители, когда они не имеют возможности купить своему ребенку то лекарство, которое необходимо в данный момент. Мы принимаем меры, направленные как на устранение нарушений закона, так и на привлечение виновных лиц к ответственности, так и на возмещение ущерба, которые родители понесли. То есть, если родители были вынуждены купить лекарства, мы принимаем меры к тому, чтобы в дальнейшем уполномоченным органам, медицинским учреждениям было все-таки принято решение о надлежащей выписке рецепта, который в дальнейшем также будет обслуживаться. Мы принимаем меры к тому, чтобы те денежные средства, которые родители затратили, были им возмещены, также уполномоченными органами. У нас 28 в прошлом году несовершеннолетних, которые своевременно не были обеспечены лекарственными средствами, по мерам реагирования обеспечены, и их родителям, законным представителям взысканы все денежные средства, которые они потратили на приобретение лекарственных средств. А вот почему так обычно получается? Потому что на каком-то примере можем это рассмотреть. Почему вам приходится вообще в эту ситуацию вмешиваться? Это связано и с обеспечением детей-инвалидов лекарственными средствами. Иногда этих лекарственных средств нет в аптеке. Здесь мы можем говорить о том, что лечебное учреждение либо неправильно рассчитало потребность в этом лекарственном препарате, либо не своевременно произвело закупку. Поэтому здесь много проблем. Мы комплексно всегда подходим к решению во взаимодействии с органами исполнительной власти региона. И каждый раз точечно, можно так сказать, в ручном режиме мы рассматриваем эти вопросы и решаем проблемы детей. Важным для многих, в том числе семей, являются выплаты пособия на детей. Обращаются граждане с такими жалобами к вам? На самом деле, у нас уполномоченный орган по этому направлению фонд. На самом деле, могу сказать, что работа фонда соответствует предъявляемым требованиям. Иногда бывает отдельное нарушение, по которым граждане обращаются к нам. Это когда им отказывают необоснованно. Что здесь? Иногда бывает неправильно применяется требование действующего законодательства. Иногда неправильно рассчитывается доход. Могу привести пример, когда фондом отказано одной мамочке в пособии на детей. Со ссылкой на то, что у нее есть два автомобиля. То есть, мы говорим о доходах семьи. На самом деле, в ходе проверки было установлено, что эти автомобили не принадлежат этой гражданке. Они принадлежат другим лицам с аналогичной фамилией. Ну, здесь путаница такая произошла. Человеческий фактор, наверное, следовало более тщательно проверить эту информацию сотрудникам, которые принимали решение об отказе. Но, на самом деле, таких обращений немного. Это не самая горячая ваша сфера реагирования. По поводу многодетных семей. Прокуратура их защищает, это естественно. Как вы конкурируете в данный момент? Конечно, у нас защищают многодетные семьи, в первую очередь, государства, органы региональной власти. Предусмотрены различные меры поддержки. С чем сталкиваемся мы? Как правило, к нам поступают обращения многодетных семей. Либо мы в рамках своих надзорных мероприятий выявляем такие факты, когда многодетная семья в силу требований закона имеет право на получение земельного участка. Этот земельный участок ей предоставляется. Вместе с тем, в силу определенных обстоятельств, этот земельный участок не обеспечен той инфраструктурой, которая должна быть предусмотрена в соответствии с законом. Это до сих пор актуально. Просто пару лет назад очень больно был вопрос. То есть он сохраняется? Он сохраняется уже не в том объеме. На самом деле органами государственной власти, органами местного самоуправления принимаются меры, направленные на предоставление многодетным семьям земельных участков. Принимаются меры к тому, чтобы обеспечивать их инфраструктурой соответствующей. По мерам прокурорского реагирования в прошлом году 45 таких земельных участков были обеспечены инфраструктурой. В этом году уже 17. То есть это дороги, освещение, водоснабжение, водоотведение. Остается только порадоваться за семьи. Дети-сироты – еще одна тема, которая, безусловно, у вас на контроле. Как с этим обстоит дело? Дети-сироты – конечно, это самая такая проблемная категория. Мы в рамках надзора уделяем особое внимание этим детям. Могу сказать, что дети, которые находятся в учреждениях, небольшое количество нарушений, которые мы выявляем, наверное, работают с детьми все-таки те люди, у которых есть призвание определенное. Больше всего мы сталкиваемся с обращениями детей-сирот, которые имеют право на получение жилья, но достигнув определенного возраста, они это жилье не получили. Здесь также мы принимаем меры реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав граждан, детей-сирот на получение жилья. 258 детей-сирот в прошлом году получили жилье. Из них больше, чем 100 детей-сирот получили жилье по искам, которые ранее были направлены прокурорами городов и районов. Также мы принимаем меры к тому, чтобы на территории органов местного самоуправления сохранялись в надлежащем виде жилые помещения, которые закреплены за детьми-сиротами. В прошлом году около 10 таких помещений были органами местного самоуправления, приведены в соответствие, предоставлены сиротам. Можно попрошу вас привести яркий пример, когда прокуратура помогла сироте получить квартиру? Я говорила сейчас о большом количестве, но мы помогаем не конкретным, например, сиротеям, семье в том числе. У нас был пример, когда мужчина, имеющий статус сироты, получил квартиру, и они проживали с женщиной, у которых были совместные дети, но он скоропостижно скончался, и органы местного самоуправления были намерены выселить ее с детьми. Вот прокурор обратился в суд, защитил права этой женщины и этих детей, и дети проживают в этой квартире. Юлия Вячеславовна, у нас, собственно, не так много времени до конца передачи осталось, но еще парочку вопросов я вам задам. Собственно, мне интересует, какие акценты в работе прокуратуры будут в этом году? Поделитесь с нами. Ну, конечно, мы продолжим эффективную работу в рамках своих плановых мероприятий, если будут основания, и мы будем проводить неплановые проверки при получении информации. И по-прежнему на первом месте будут права детей на образование, на лекарственное обеспечение, и не только лекарственное, но и иные средства реабилитации. Мы сталкивались, когда детям своевременно не предоставляются не только лекарства, но и другие средства. Мы будем обращать особое внимание по-прежнему на обеспечение детей в рамках исполнения законодательства обесполнительном производстве при взыскании элементов. По всем направлениям, по которым мы будем видеть нарушение прав детей, мы будем принимать исчерпывающие меры, направленные на восстановление их прав. Еще хотел только момент уточнить. Профилактическая работа, понятно, что вы и занимаетесь, но вы также со своими коллегами из других органов взаимодействуете по этому вопросу. В принципе, как работу поставлена? Расскажите, пожалуйста. У нас есть органы, уполномоченные на проведение этой работы. Мы в рамках взаимодействия, я на своем уровне провожу межведомственные совещания, на заседаниях межведомственной рабочей группы мы рассматриваем основные проблемы, которые возникают при организации работы органов правовой системы профилактики. Мы не только взаимодействуем, обсуждаем проблемы. Мы, я имею в виду орган прокуратуры, мы даем оценку эффективности их работы. Мы принимаем меры реагирования, направленные на повышение эффективности этой работы. И я хочу сказать, что в целом эта работа, она имеет свои результаты, потому что профилактика, она важнее всего, и важнее, наверное, предотвратить, чем потом принимать меры к воспитанию этого подростка, который совершил административное правонарушение, либо преступление еще хуже, чего совершил. Здесь только во взаимодействии всех систем профилактики и органов прокуратуры мы можем добиться какого-то положительного результата. Ну и в завершение нашей беседы, куда именно нужно обращаться гражданам по всем вопросам, которые мы с вами сегодня обсудили здесь? А граждане могут обратиться в уполномоченные органы, как правило. Если фондам, например, отказано в назначении пособия, то руководителю фонда родитель может обжаловать действия сотрудников фонда по отказу в назначении пособия. Если граждане понимают или полагают, что судебным приставам не принимаются все меры, направленные на надлежащее исполнение решения суда о взыскании элементов, они могут обратиться в службу судебных приставов к руководителю, к заместителям, для того, чтобы они провели соответствующую проверку и приняли меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан. Если граждане хотят обратиться непосредственно в органы прокуратуры, то в органах прокуратуры с 9 утра до 6 вечера осуществляется прием граждан, это и в городских, и районных прокуратурах. Прием граждан также осуществляется и в прокуратуре области, а также информацию какую-то дополнительную граждане могут получить по телефону 32 39 43. Мы рассмотрим все обращения и при выявлении нарушений примем меры реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав несовершеннолетних. Спасибо за интересную беседу и благодарю, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо. В студии «Губернии 33» была первой заместитель прокурора области Юлия Калистова. Программу вел Владимир Михайлов. А завтра мы будем говорить о том, как преодолеть наркотическую зависимость. Хорошего вечера и до новых встреч в эфире.